И на первых заседательных книг сетта он обычно говорил следующую фразу. Если кто-то с ним не соглашался, прошу не забывать мое прошлое. В его устах это звучало несколько угрожающе. Я, как я сказал, в моих устах ничего не будет звучать угрожающе, но прошу не забывать мое прошлое. Например. Вы имеете в виду прошлое и настоящее? Имеете в виду, что компания КТАКО помимо книг, конечно же, продолжает заниматься электронными словарями. И в данном случае частично функции словаря присутствуют и в этой книге. Конечно, вот смотрите, вот например, я пример беру английской книги. Тут моя, тут у меня книга на испанском языке и на русском. Ну вот в этой книжке, в черной, видите, цвет другой. А сколько всего, кстати? Всего четыре. Красная, черная, серая, белая. То есть по цвет костюма можно подобрать? Самые популярные, скажем, я сразу скажу, по цветам черные и красные. Это самое популярное. Белые, серые, это по стоку, по стоку. Вот смотрите, вот английская книга. Нажимаем клавишу 1, да, и включился словарь автоматически. То есть вам не надо ничего писать, ничего не надо. Вот смотрите, пошло, да? Мы можем набрать, можем вот такими стрелочками. То есть выбрать какое-то неизвестное нам слово. Да, и нажимаете клавишу, получаете перевод. Ну что я, people перевел, да? Народ, служащие, нация, люди, население, жители, родные. Все, получили грамотный, красивый перевод с английского на русский. Можно то же самое с русского на английский и так далее. Насколько влияет на зрение, на глаза экран вот этой книги? Ну, обратите внимание. Вы, вот, друзья, посмотрите. Вы же видите, там нет никакого свечения. Когда вы читаете на компьютере, на экране компьютера, у вас за экраном стоит источник света, который лупит вам по глазам. Это не важно, что вы в момент какой-то вы не замечаете. Все равно, он без остановки лупит по глазам, глаза начинают уставать. Потому что вот так свет вам светит в глаза. Здесь этого не происходит. Почему? Потому что там нет вообще источника света. Вы читаете, здесь стоит специальный экран, который, в общем-то, и совершил революцию в электронных книгах, когда перестали уставать глаза, когда стали читать люди книги, при этом, ну, как обыкновенные. Почему? Потому что здесь идет отражение, именно в отражении свет, в отраженном свете вы читаете. То есть, у вас не устают глаза, вы читаете, как будто книга. Идея была не сделать что-то принципиально новое, а просто сделать более удобным. Читать вы можете, опять же, такой нюанс. А вот держать так, а может быть, все-таки лучше держать так. Это тоже вопрос, потому что, ну, понятно, что строчек больше или меньше умещается в зависимости от вертикальности или горизонтальности экрана. Вот горизонтальный экран будет. Вот, пожалуйста. Вот так будет горизонтальный экран. Опять же, вы можете листать таким образом, вы можете листать таким образом, нажимая эти клавиши или листать таким образом. Когда вы показывали, опять же, основной экран, то я там обратил внимание на такой пункт аудиокниги. Ну, понятно, что когда люди создают электронное устройство, естественно, там будут книжки в исполнении хороших актеров. Что это за функция? Вот мы берем, переходим из раздела книги в раздел аудиокниги. Ну, в данном случае вы можете воспользоваться. Я просто показываю, не обязательно пользоваться спикером совсем. Вы можете пользоваться наушниками, которые есть уже в комплекте. У вас уже в комплекте с джетбуком придут наушники. Подключайте. Лучше, кстати, наушники. Мне вот больше нравится. И все, допустим, какую главу? Первую прочитали, да? Ну, давайте вторую. Давайте вторую. Давайте вторую. Вот так вот. Вокруг Кремля всегда велось не меньше шепотков и кривотолков, чем ласточек вокруг его башен в погожий летний день. Что уж и говорить про нынешние времена. Я у меня просто, я когда это слушаю, мне... А слушайте, тут еще ведь с помощью вот такого устройства я могу наконец-то отдохнуть и не читать сказки малым детям. И не говорите. При всей любви к нашим детям. А ведь счастье-то какое. Счастье-то какое. Когда какой-нибудь народный артист Филипенко будет читать сказку. Читать сказку. Да и читает он лучше нас. Да, конечно. Нет, ну просто когда вот слышу этот голос, когда... Даже восприятие идет по-другому в моем представлении. Нет, ну, что говорить. Вещь старинная, это немалая. Нет, как раз наоборот. Насчет цены, кстати, немалый. Вы знаете, Вадим, недавно просто со своим товарищем зашел в Манхэттене. Пусть люди не воспринимают это как, как бы, так сказать, дополнительно рекламный шаг какой-то. Реально человек приехал за Россией, ему нужна была электронная книга. Мы зашли, нам предложили вот точно эту книгу в Манхэттене 240 долларов. Ну, если бы он пришел в Россию, ему предложили бы за 300. Нет, конечно, такой цены не существует. Такой цены не существует. В Манхэттене отдельные люди. Им хочется побольше денег. Стоимость. Вы знаете, вообще, джетбук для нас был. Это как бы вариант подарка. Мы делали как подарок. Вот подарить ближнему. Очень часто, мне, кстати, задают вопрос, кто чаще покупает у вас, мужчины или женщины? Вот если посмотреть по базе данных, то 50 на 50. Но когда люди потом приходят, там, забирают книги и так далее, в основном, конечно, процентов, наверное, 75 будут женщины. Это настолько замечательный подарок. Это настолько замечательный, ну, если не подарок, то самому себе, любимому, если вы любите читать. Это прекрасно. Вы получаете возможность читать что угодно. Вы получаете возможность слушать что угодно. По цене, я не хочу называть цену, вы можете позвонить сейчас и узнать, поверьте мне. Это, скажем так, по цене 10 книг, 10 книг вы получаете 250 книг, плюс вот это замечательное электронное устройство. Давайте точнее, 250 книг при покупке джетбук вы получаете от компании «Экта». Уже там. И у вас остается вариант дополнять до 10 тысяч тому, что, в общем-то, чистое безумие. Да. Но вопрос главный, вот эти 250 книг я получил, а рыться в них не хочу. Так же, как в своей библиотеке мы же обновляли, что-то уходило в макулатуру, что-то оставлялось детям и так далее. Как здесь? Нажатием клавиши убираете то, что вам не нравится, нажатием клавиши получаете то, что вам нравится. Причем за все, за безумие этого не платите. Вот и все. Вот таким вот образом. Нет, это действительно по-настоящему прорыв, это настоящий революционный продукт. И то есть то количество времени, денег, и он экономит, и то количество радости, которое он приносит, действительно не поддается. Именно поэтому у нас на каждый, скажем так, опять интимный вопрос, меня побьют, наверное, когда я вернусь в офис, но если вот человек покупает джетбук, он минимум приводит двух человек еще. Вот таким вот образом. Вот почему популярность, вот почему он растет. Есть еще одна такая, ну, проблема, можно назвать, наверное, это проблемой. Многие жалуются, что дети стали меньше читать. Ну, это такое чисто русская жалоба. Вот мы в их года читали больше. В данном случае у меня сомнения, хорошо это или плохо, вот джетбук в руках у ребенка. То, что мы читали, мы читали больше, конечно, но у нас не было ни интернета, мультфильмы шли раз в неделю. Это тоже надо учитывать. У ребенка идет мультфильм 24 часа в сутки. Есть интернет, есть многое. Но дети 21 века, это дети, которые выросли в окружении вот таких вот электронных приборов. Поэтому, когда вы даете ему простую вот такую толстую книгу, ему просто скучно. Когда вы даете ему электронный прибор, это, причем это модно, это по-настоящему. Его руки начинают автоматически работать. Да, это сделано очень просто. Когда простой человек берет, ну так, 2 минуты, 3 минуты надо на то, чтобы посмотреть, как переключиться. Все, 2-3 минуты, не больше. Когда берет ребенок 6 лет, такое ощущение, что он написал инструкцию попользоваться вместо меня. Раз включился, и ребенок начинает читать. Не читать, так слушать и так далее. Нет, это действительно здорово. Это здорово и для взрослых, это здорово для детей. Вы всю свою библиотеку всегда можете носить с собой. Вы за нее не платите. Она у вас не занимает места, вам не надо стирать с нее пыль. Вы можете читать на любом языке, вы можете переводить, на любом европейском языке, я имею в виду, русском, английском и так далее. Вы можете читать и переводить, вы можете читать и слушать, вы можете делать шрифт больше или меньше. Ну и, как я сказал, вы получаете, платите как за 10 книг, а получаете 250 сразу, и в будущем у вас просто бесконечные ресурсы, бесплатные. Все, что можно сделать для того, чтобы узнать, это позвонить. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете набрать сейчас номер телефона, бесплатный номер телефона, который вы видите на экране, и задать любые вопросы нашим операторам. Вы можете задавать вопросы про цену, вы можете задавать вопросы про всякие технические тонкости, про цвет, в котором исполнена обложка, в которой одета эта книга. Вадим, большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что мы еще не раз вернемся к этому устройству и продолжим о нем разговор, потому что вещь настолько интересная, что популярность, я не сомневаюсь, будет расти. Я напомню нашим телезрителям, что в гостях у нас сегодня был Вадим Дач, компания Иктака, и мы вели разговор о том, что книга лучший подарок, а в том виде, в котором эта книга создана компанией Иктака, это просто самый лучший подарок. Оставайтесь с нами на канале НТВ Америка. Всего вам доброго.